Добрый день, коллеги. Ну, не секрет, что сейчас одним из основных направлений развития человечества является цифровизация, и городские среды коснулась тоже цифровизация их. Где я сейчас что-то? Как дальше? Где там? Мышка, мышка. Мышка, просто ты это жми. А, вот так вот. Значит, ну, появилось несколько концепций развития городской среды использования искусственного интеллекта, в том числе, значит, вот на этом слайде эти концепции указаны, и основным инструментом цифровизации городских сред объявлены цифровые двойники. Значит, вот здесь даже указана некая экономическая оценка, что в 30-му году они позволят сэкономить не более 280 миллиардов долларов. Значит, очень много появилось в последнее время концепций. На этом слайде представлены основные концепции. Значит, это технологическая концепция. С нее все началось, вообще говоря, это крупнотехнологические компании постарались, так сказать, не верить в свои технологии. Появились города типа Иннополиса. Но, к сожалению, там есть большие проблемы. Попытались сделать, так сказать, концепцию умный город на базе административного, так сказать, некоторых решений. Ну и вот Барселона предложила прекрасный вариант, когда граждане, участвующие в этом цифровизации, предлагают свои решения. Ну, дальше пошло уже масштабирование этой концепции умный регион, концепция умная нация. И, наконец, вот сейчас в последнее время обсуждается концепция суперумное общество. Значит, в действительности есть еще одна более детальная классификация концепций, которая опирается на стандарт некий, который предлагает порядка 17 параметров учитывать при создании таких концепций. Значит, вот на этом слайде она представлена. Практически она повторяет предыдущую концепцию, но более детально. Значит, что-то, какой-то вопрос? Не-не, потом, потом. Хорошо. Значит, ну вот здесь представлен список, так сказать, каких, что должен город иметь для того, чтобы действительно пойти на успешные реализации проекта «Умный город». Это наличие, конечно, большого набора нужных электронных цифровых технологий, умение работать, имея, так сказать, успешное внедрение тех технологий, возможность использования информационной технологии и успешная практика людей и информационно-коммуникационных технологий. Значит, нужно сказать, что Россия тоже достаточно активно участвует в этом мировом тренде. Вот достаточно большое количество проектов уже включило понятие в себя «Умный город». Ну и последний, вот 11 мая 1922 года, еще сейчас появились некоторые документы, значит, был сформирован стандарт умного города Минстроя России. Ну и вы знаете, да, что, значит, недавно проект «Цифровой двойник Москвы» получил премию «Брикс». Значит, мы тоже занимаемся этой проблемой, есть проект, за который мы отвечаем, вот посвящен он «Цифровому двойнику города». И, значит, наша точка зрения немножко чуть-чуть отличается от существующих, об этом я и хотел немножко рассказать. Значит, с нашей точки зрения город – это экономически хозяйствующий актор, производящий ряд продуктов, товаров и слуг, который представлен собой как объединение трех факторов. Это объект управления, это субъект управления, и оба этих элемента, значит, существуют в окружающей среде, которая, естественно, должна учитываться при эксплуатации этого продукта. Значит, при этом цифровой двойник экономического актора, уже вот ничего слова говорил раньше, это виртуальная компьютерная система, которая предлагает, значит, пользователям исторические данные, она хранит, так сказать, можно посмотреть, как развивалась ситуация, текущие операционные данные и прогнозные данные. То есть это такая виртуальная модель, которая объединяет в себе прошлое, настоящее и будущее. Ну и еще дополнительно, конечно, программные некоторые, значит, обеспечения, которые позволяют совершенствовать систему управления. Заметьте, что речь идет именно об управленческой деятельности. Именно на этом мы обратили внимание, и когда разбирали, значит, вот проект создания цифрового двойника «Умного города», то, значит, чисто с экономической точки зрения мы выяснили, что, скажем, создание цифровых двойников объектов – это очень дорогое, очень ресурсно-ъемное предприятие, очень дорогое. Ему могут позволить только такие большие города, как типа Санкт-Петербург, Астаны, Москвы и так далее и тому подобное. Но есть задача – это цифровые двойники субъектов управления. И если мы, скажем, научимся цифровой двойник объекта управления представлять в неком виде адекватного информационного поля, то тогда можем сосредоточить свое внимание на цифровом двойнике субъектов управления, вот учитывая, конечно же, цифровую тень окружающей среды. Заметьте, я здесь использую как бы два термина – это цифровой двойник и цифровая тень. Вот на этом слайде я показал разницу этих терминов. Значит, если вы строите цифровую модель, снимая данные с экономического актора, погружая их в свою цифровую модель и обратно получив результаты, учитывая их, так сказать, в управлении экономической модели, то тогда это просто обычная цифровая модель. Если же у вас синхронизирован, так сказать, экономический фактор с его цифровой модели, и цифровая модель отражает текущее состояние цифровой модели, а когда еще этот цифровой двойник умеет, так сказать, воздействовать с другой, используя современные цифровые коммуникационные каналы на экономический актор, то тогда фактически мы получаем понятие полного цифрового двойника. Что касается цифрового двойника города, то это достаточно сложная конструкция. И вот я здесь на этом слайде постарался показать, что сам, скажем, если мы говорим о цифровом двойнике городской среды, то есть об инфраструктуре, объекте управления, то на самом деле желательно, чтобы этот цифровой двойник развивался постепенно. То есть начиная, скажем, с BIM-модели города, потом строим цифровой двойник транспортной сети, цифровой двойник городской сети и так далее и тому подобное. Вот на следующем слайде показан примерный состав возможных таких цифровых двойников различных отраслей. Достаточно серьезное образование, и поэтому это и очень дорого. Это очень дорого и очень ресурсно-емко. Что касается цифрового двойника объекта управления, то ситуация очень похожа, но тем не менее немножко, так сказать, попроще. Попроще в том плане, что, скажем, стейкхолдеров, которые заинтересованы в эксплуатации, в создании эксплуатации цифровой двойниках, их не так очень много. Ну, прежде всего, это население, это мы ориентируемся на барселонский опыт. Это, в том числе, кстати, и гости города. Это юрлица, различные управляющие компании различных подразделений городских. Это муниципалитет, это самый основной стейкхолдер, который управляет. А также там могут в управлении участвовать региональные правительства и актеры регионального уровня, и актеры федерального уровня. Но все-таки основным, конечно, стейкхолдером это является муниципалитет. Теперь в особенностях. Первая особенность, я уже отметил, что цифровые двойники и объекта, и субъекта представляют собой комплексы взаимодействующих цифровых двойников отдельных подсистем аспекта. Поэтому, конечно, стратегия создания и развития таких цифровых двойников должна быть постепенно, шаг за шагом. Следующая, так сказать, особенность, это то, что я тоже упоминал, что сейчас активно, очень активно развивается тема цифровых двойников, объектов управления. Более того, для таких задач создаются специальные инструментальные платформы. Вот я привел пример Сбер Мобайл, который создал группу из Сбера, которая помогает создавать цифровые двойники элементов объекта управления. С другой стороны, проблема, скажем, эффективного управления городом, который требует и предполагает наличие цифрового двойника, субъекта управления, эта тема не так активно развивается. И понятно, почему. Зачем она нужна тоже? Здесь, по-моему, не вызывает сомнений. Она наличие таких цифровых двойников повышает. Можно решать более сложные управляемые процессы, сокращает издержки управления, ну и так далее. И формирует такую реальную базу для реальной цифровой трансформации акта, в данном случае, так сказать, у моего города. Значит, проблема заключается вот в чем. Для того, чтобы построить содержательную модель, а на базе содержательной модели цифровую модель города, субъекта управления городом, надо посмотреть на том, какова модель управления. Сейчас теория организации предлагает нам огромное количество различных концепций. Одна из них говорит, что надо, так сказать, следовать классическому, так называемому административно-функциональному способу построения и управления организацией. Другие говорят, нет, давайте будем ориентироваться на проект, ориентированные организации, процесс на бизнес-процессы, самое главное. Нет изменения, агенты. Вот последняя, так сказать, фишка – это, так сказать, давайте все-таки данные очень важные появились, даже сам директорам управления данными и так далее и тому подобное. Есть задача еще, так сказать, учитывать риски при управлении, при устроении модели управления. Тем не менее, кажется, что все-таки это где-то нечто вторичное, такое многообразие, оно навевает мысль в том, что что-то здесь немножко не так. Поэтому мы решили применить к этому тот задачный подход, о котором говорил Нечосов. Значит, попытаться привнести в эту проблему, какова все-таки реальная модель управления организацией, ну, в данном случае субъектом управления, вопрос, чем реально управляет в организации ГИСО, принимающая решение. Значит, стандарт ответ я показал выше на предыдущем слайде. Ресурсами, финансами, людьми, активами, данными, изменениями, рисками и так далее. В нашей же точке зрения, задачная точка зрения, мы считаем, что основным содержанием любой интеллектуальной деятельности является решение задач. А управление ресурсами, рисками, изменениями и так далее и тому подобное представляет собой только вторичный, очень важный, нужный, но именно вторичный характер, и потому только частный случай управления именно управленческих задач. Именно управленческих задач. Значит, поэтому мы добавляем вот сюда понятие, что на самом деле модель управления организацией, в частности субъектом управления, да, должен строиться на том, что главным инструментом управления это решение управленческих задач. И эта теория у нас развивается, мы достаточно активно этим занимаемся. Выяснилось, что на самом деле задачно-ориентированная модель субъекта управления может быть построена на нескольких разных принципах. Скажем, можно в основу управления организацией положить, так сказать, так называемую регламентную модель. Взять те регламенты, которыми управляется организация, и оцифровать эти регламенты, и смотреть, так сказать, как можно использовать эти регламенты для того, чтобы в автоматическом или полуавтоматическом режиме решать задачи. Здесь есть две стратегии. Значит, первая стратегия – это все, что не запрещено, разрешено. И вторая стратегия – все, что не разрешено, запрещено. Ну, в данном случае две таких, получается, две регламентных модели. Также агентная объектно-ориентированная модель управления – это наши иркутские коллеги этим активно занимаются, очень хорошие результаты получили. И, наконец, организационная модель управления, где в каждом основном инструменте является умный контракт. Значит, при агентном модели управления – это мультиагентная система, ну и так далее. Значит, теперь как такая задачно-ориентированная модель выглядит в полном, так сказать, объеме? Ясно, что она должна, как я сказал, использовать уже существующие модели, и они выступают как оракульные модели. То есть для решения той или иной задачи при управлении вполне возможно, что мы можем использовать и проектным подходом, и бизнес-процессным подходом, и так далее, и там смешанными матричными моделями. Вот. Мы также можем, значит, дополнительные программные конструкции, которые используются в виде оракулов, смотреть на нейронные сети, на нейронные экистические модели. Те же эксперты тоже могут выступать в качестве оракулов. Можно использовать математические модели, когнитивные модели, экистические модели и так далее. Значит, ну, про это уже упоминал, значит, Нечозов Андрей Витальевич. Я поэтому отпущу. Да, вот история задачного подхода, она такая достаточно интересная. И заметьте, хотел бы только обратить внимание, что авторами этого задачного подхода наши соотечественники. Это академик Калмогоров, это Генрих Альшулер, инженер, это академик Гершов и доктор философских наук, к сожалению, ушедший. Вот, Климент Хирси Махмалов, ну и вот Великая Троица Гончаров, Климент Хирси Махмалов, Климент Хирси Махмалов. Вот, значит, что мы добавили, так сказать, понимание задачи? Значит, вот Гершов и Самохмалов обратили внимание на то, на очень важное обстоятельство, что если у задачи не сформулирован критерий решенности, то это не задача, это хотелка обычная. Это очень важный, принципиально важный момент. Мы же добавили только, что на самом деле при решении практических задач очень важный имеет значение контекст решения задачи. Почему, зачем, последствия, надзадачи, подзадачи и так далее и тому подобное. Ну вот, здесь еще визуализация этой модели понятия задачи указана. Значит, что касается семантической модели, то тоже здесь разбираясь с тем, как она должна быть устроена по-настоящему, значит, вот здесь приведена четырехуровневая, значит, модель, которую предложил доктор физико-математический профессор Кульчунов. Вот мы пользуемся этой моделью, когда строим, так сказать, модели объектов управления. Вот. Ну и теперь, значит, когда мы развивали этот задачный подход, стал вопрос, с чего начинать. Либо начинать их применять, задачный подход прямо непосредственно к задачам искусственного интеллекта или там задачам, либо разобраться все-таки в основной задаче. Какова должна быть модель вычислимости для того, чтобы действительно эффективно уметь решать задачи искусственного интеллекта. Значит, ну вот известно, что этим занимается математическая луика, значит, в рамках ее развивались два больших направления. Это так называемый императивный подход, ну, скажем, машина Тьюринга, та же самая, или машина Фон Неймана, да, это вычислимость как процесс управления состояниями памяти вычислительной. И логический декларативный взгляд – это синтаксический подход. Значит, там два, значит, синтаксический подход и семантический подход. Синтаксический подход – это языки функционального программирования, не логического программирования, там вычислимость, как я сказал, понимается как выводимость. Но есть еще и другой подход, который развивался у нас здесь в Новосибирске, это теоретико-модельный подход, где семантический подход, который говорит о том, что давайте посмотрим на вычислимость как на проверку истинности формы. Так родилась идея и концепция семантической вычислимости, которая, значит, построена из двух таких фундаментальных конструкций. Это так называемая формульная определимость и относительная или оракульная вычислимость. И при этом используются два алгоритма. Либо это алгоритм проверки истинности формы. Находим те значения индивидуальных переменов, которые делают формулы истинные. Либо, если это задано задачей в виде вычисления терма, тогда просто вычисляем этот термин. При этом мы смотрим не только что, значит, на вычислитель, как на некую конструктивную модель, а добавляем к ней так называемое списочное расширение, которое воспринимается как некое пространство, универсальное пространство, в которое можно моделировать любые структуры. Вот такая семантическая вычислимость позволила нам сформировать теоретический раздел задачного подхода. На этом слайде примерно показано, что мы предлагаем использовать ограниченный фрагмент узкого вычисления предикатов, где сама модель записывается как некоторый набор определений, в том числе допускается рекурсивное определение, о чем говорил Андрей Витальевич Нечосов, что согласно теории Баганди это можно делать. И указан запрос. Либо мы проверяем истинность формулы на этой модели, либо вычисляем значение этих специальных термов. При этом узкость фрагмента, который мы рассмотрим, определяется тем, что мы допускаем только так называемые ограниченные кванты. И оказалось, что этот раздел узкого вычисления предикатов очень хорошо описывает полемиальные вычисления, о том, о чем говорил Андрей Витальевич. Это практически то, о чем я сказал. Смотрите, одна минута. Да, я заканчиваю все. Вот это все нам позволило сформировать о том, как должен выглядеть, вообще говоря, интеллектуальный агент, если мы используем многомультиагентную систему. И, конечно, здесь используется понятие вычислимости семантической, и мы используем, так сказать, вот эту относительную вычислимость вовсю. Это и математические модели, и те же самые нейронные сети, и те же роботы, и так далее, и тому подобное. Вот, значит, созданы несколько платформ реальных, например, Denoli Cell или SDP. Это большая платформа, созданная моим учеником Гумировым, которая активно используется в телекоммуникации. Евгений Евгеньевич вот создал свою платформу, значит, Discovery. Значит, Beta System, я уже упоминал, это иркутская группа создали, так сказать. Так что это не просто слова, это некоторая конкретная работа. Ну и фактически, используя вот все, что я сказал, мы предложили некоторую архитектуру, значит, субъекта управления городом. На этом слайде как раз архитектура представлена. Так что и сейчас идет реализация этой архитектуры. Все, спасибо большое, спасибо за внимание. Замечательный доклад, похлопают. Это здорово нам уже рассказать, замечательно, спасибо вам большое. Я выполняю приятную миссию от лица нашего председателя научного совета под президентом РАМ, академика Алисторского, и по поручению нашего отрока Георгия Константиновича, я хотела тоже вручить вам сертификат участника конференции с докладом, где у вас есть подпись, подзывая Алисторского. Вот ваш сертификат, значит, он будет здесь, можете принимать. Спасибо большое, Польщон. Спасибо.